МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА София Ротару возвращается! Вы сейчас случились? Очень. Где пропадала певица почти год. Я все молодею, молодею, если вы заметили. София Ротару выходит на сцену, и зал взрывается аплодисментами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Городная артистка сражает зрителей на повал. И стройной фигурой, и неувидающей красотой. На лице у Ротару, которая в следующем году отметит 70-летний юбилей, не морщинки. Да и на здоровье певица не жалуется. Все отлично. Что, не видели? Певица, позируя фотографом, словно специально убирает волосы назад, чтобы все убедились в абсолютной гладкости и скульптурности ее лица. Я так волновалась. И такая я счастливая. Люди верили все. Вот если мы смотрим, много молодежи, а все волны. А вы сомневались сразу? Ну, я всегда проживаю. Я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, как 50 лет тому назад. Поклонники уверены, София Ротару не зря пряталась от публики. Хуторянка, насмотревшись на свою давнюю конкурентку Аллу Пугачеву, тоже решила омолодиться и легла под нож пластического хирурга. Иначе как? В свои годы она выглядит на 30 с хвостиком. А певица уверяет, своей гладкой, как наливное яблочко кожи и четкому овалу лица она обязана природе и правильному питанию. Я сегодня еще только съела кашу овсяную, больше ничего. И всю ночь была в понятии. Как вы думаете? Но вечерком надо что-нибудь вкусненькое-то заказать? Сейчас чуть-чуть. А вредно? Почему заказать? Я сама как-то. А что будете готовить, София Михайловна? Я подумаю. Молодеть помогает и любовь к публике, признается Ротару. Наверное, зрители мне дарят вот эту силу, только любовь для меня это очень важно. А скрывалась она не в элитных клиниках, а в студии звукозаписи. Готовила новую программу. Почему вы так редко выступаете? Почему редко? Я все время в Германии два года до этого не выступали. Я готовилась, готовила новые песни, новые программы. Я же нужна зрителям. Я без этой работы жить-то не смогу. Ротару язык не поворачивается назвать бабушкой, хотя ее внуки уже давно переросли на родную артистку. Анатолию 22 года. Самый стильный и завидный жених, по мнению украинских таблоидов, давно живет в Англии. Он пробовал себя на музыкальном поприще в качестве диджея, снимался для модных журналов, а сейчас оканчивает один из самых престижных лондонских вузов. Но учатся в лондон, они заканчивают институт культуры. Радуется душа Ротару и за внучку. Певица часто брала маленькую Софию с собой на гастроли, но родители решили, ребенку необходимо европейское образование. София училась в Шотландии, а потом перебралась поближе к брату в Англию. В прошлом году она впервые вышла в свет и произвела фурор на Бале дебютанток, куда приглашаются наследницы только самых громких фамилий. Сейчас внучка Ротару покоряет мировой подиум. Ее уже называют не иначе, как «Новый Синди Кроуфорд» и предлагают контракты с самыми известными брендами. У вас внучка сейчас такая модель? Не говорите, я горжусь, я горжусь. И желаю ей счастья, да, хочу, чтобы она была счастлива. И в личной жизни она, вы знаете, что приезжала в Москву, она ездила в Лондон, она ездила в Америку. И всего 15 лет, а много чего достигла уже. София Ротару надеется, скоро она увидит внуков. Ведь в какой бы точке мира ни находились члены ее большой семьи, Новый год они встречают вместе. Правда, где это произойдет? В роскошном особняке певицы в Ялте или в Испании, которую народная артистка облюбовала для отдыха, Ротару еще не знает. Вы знаете, еще не решили. Приеду сейчас домой, сядем себе, закрую мой стол и решим. Дома, не дома, куда-то уедем. Ну, это вообще семейный праздник, согласны со мной. Поэтому мы стараемся всегда вместе. Внуки, дети, родственники. Тогда это настоящий праздник.